всем привет сегодня разбираю планировку двухкомнатной квартиры девяносто три с половиной квадратных метров в жилом комплексе гаринский поэтому если вам это интересно то погнали смотреть ребята прежде чем приступим к разбору этой планировки подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик тогда вам будут приходить уведомления о следующих полезных видео ну а я начинаю разбор этой планировки и у ты каюсь в прихожую как это обычно бывает с этого мы и начинаем и в общем это уже третья квартира которая я разбираю в жк гаринский и вижу что 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 с какой-то маниакальной с маниакальным упорством застройщики проектировщики не знаю уж кто тут рулил процессом так сказать но вот я вижу третью прихожую в третьей квартире и не понимаю куда поставить шкаф то есть как то вот совсем нету шкафов то есть у них видимо в их картине мира люди одежду не носят ну то есть принципе в чем пришли в то в квартире и передвигаемся но также и на выход собственно говоря нету шкафа ребята ну как так может быть в современном мире сейчас у людей как-то много вещей и даже обувь есть вы не поверите и шарфы и шапки не знаю щетка там обувь почистить я уж молчу там про какие-то сумки и чемоданы здесь прихожая нарисована только какая-то лавочка причем очень смешного размера ребята то есть это для гномиков каких-то что ли но в общем конечно лавки здесь не будет скорее всего лучше сюда ставить шкаф в эту нишу но я вас расстрою этот шкаф маленький то есть он маленький по ширине ну и соответственно когда мы поставим этот шкаф в существующую нишу мы получим какой-то маленький узенький коридорчик вы чё серьезно это в квартире девяносто три квадратных метра вы не нашли место чтобы сделать просторный холл ребята но это фиаско я бы так сказал то есть ну хорошо другими словами так делать нельзя потому что прихожая собственно в общем-то это лицо вашего дома это визитка вашей квартиры и она должна быть не просто удобной она должна быть нарядной тем более этот дом ну как как бы бизнес-класса поэтому здесь и как бы прихожая должна быть бизнес-класса а бизнес-класс это как бы удобство и комфорт вот как вы мне скажите здесь добиться удобства и комфорта в общем однозначно нужно здесь что-то решать думать перепланировать чтобы увеличить эту прихожую но по-другому просто будет как-то ну неудобно что ли окей идем дальше попадаем в кухню столовой 25 с половиной квадратных метров и здесь конечно супер по-дурацки расположена кухня дело в том что здесь у горинского окна практически в пол и как вот здесь собираются завернуть кухню при том что здесь около окна находится батарея но не совсем понятно то здесь конфигурация будет немножечко другой кухню нужно будет перекраивать полностью но опять вот эти дурацкие углы вот эти кухонные какое-то не рациональное использование пространство потому что стол стоит вот почти посередине а ok такой вот здесь как здесь как здесь как здесь пространство используется получается вы вроде оплатили много квадратных метров но она здесь как то немножко бестолково используются что ли может быть здесь переиграть может быть поставить перегородку вот так здесь сломать перегородку чтобы мы попадая в квартиру но во первых вот и коридор тогда становится как бы частью прихожей и хотя бы визуально мы получаем большее пространство чем она есть на самом деле но и когда мы будем заходить в кухню столовую то мы сможем использовать такой классный прием как кухня например с островом тогда вот так вот или посередине можно поставить вот здесь вот линейка кухня стол вот сюда вот мы можем поставить тогда хоть какая-то композиция выстроиться понимаете какой-то здесь холл останется ну дальше дальше у нас гостиная много стены 23 квадратных метра это прекрасно но серьезно это здорово то здесь можно свободно поставить мебель и диван кстати говоря можно так вот поставить но не как здесь предлагается конечно вот он будет вот так потому что реальные размеры нормального дивана они примерно вот такие вот ну пускай кресла стоят также ну и телек конечно куда же без него гостиная кстати вопросов нет то есть ну окей остается спальня она не очень большая но и не маленькая на самом деле 21 квадратный метр для спальни это прекрасно а вот со шкафом конечно ребята промахнулись то есть ну вот во первых он очень узкий то есть в реальности шкаф будет побольше вот таким и конечно же он очень маленький ну просто катастрофически поэтому скорее всего здесь конфигурация поменяется и допустим вот кровать можно поставить вот так здесь второй шкаф и мы как бы заходим в гардеробную немножко наврал с масштабами но ничего страшного то есть суть вы уловили я думаю а что делать если у вас семья с ребенком ну или с двумя ребенками можно ли из этой квартире что-то соорудить но я думаю конечно можно можно что-то соорудить но для этого придется что сделать то есть это одна комната спальня это вторая спальня но и остается кухня столовой 25 квадратных метров можно ли здесь сделать кухню столовую тире гостиную можно но будет тесновато то есть нужно посидеть подумать как это все расположить но по идее конечно же можно для этого обращайтесь к дизайнером архитектором которые для вас с удовольствием это сделают но вот мы например вот друзья но это уже кстати говоря квартира поинтереснее но просто за счет того что квадратных метров больше здесь 93 раньше я разбирал была квартира там 81 то есть разница в 12 метров уже возможность появляется побольше ну просто за счет того что больше свободных квадратных метров вот но собственно пишите в комментариях что вы думаете по поводу этой конкретно планировки кто хочет посмотреть другие видео по другим разбором переходите по ссылкам смотрите в общем ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал ну и всем пока да прибудет с вами муза